Привет! Наш курс подходит к завершению. Спасибо вам, если дошли до конца вместе со мной. С вами все так же Даша Фокина и Теплица социальных технологий. В завершающем уроке курса мы немного посмотрим формулы. Я выбрала для вас самые базовые, чтобы плавно войти в эту тему. Полный перечень призываю вас вводить самостоятельно при помощи тюториала Airtable. Там впечатляющее количество формул, их подробный разбор и понятные примеры. Все полезные ссылки мы добавим в описание к видео. Поехали! Для начала хочу показать замечательный ресурс. Разработчики Airtable любезно собрали для нас все формулы в таблицу. Они разбиты по типам полей, к которым применимы. Кроме того, здесь есть описание наиболее частых ошибок и примеры для каждой формулы. Если мы посмотрим на этот список, то мы увидим, что в нем 98 формул. Мы ограничены во времени, поэтому рассмотрим только наиболее используемое. Ссылку на эту таблицу я также оставлю в описании к видео. Формулы в Airtable можно разделить по типам данных. Давайте рассмотрим классификацию, предлагаемую Airtable. Ссылку на эту страницу вы тоже найдете в описании. Раздел с основными ошибками, с которыми мы можем столкнуться при написании формул. Базовые логические и арифметические операторы. Больше, меньше, плюс, минус, умножение, деление. Дальше у нас логические операторы и условия. То есть создание цепочек логических выражений формата «если то». Если условие выполняется, то оно правдиво, и мы выполняем одну операцию. Если условие ложное, то выполняем другую операцию. На этом мы обязательно остановимся подробно, потому что это, безусловно, группы формул, которые я использую чаще всех остальных. Следующие блоки формул предназначены для работы с датами и таймзонами. При помощи формул этого блока можно изменять формат даты, вытаскивать из даты день, месяц, год, узнавать день недели по дате, находить разницу между датами в днях, месяцах, годах. Затем формулы для работы с текстовыми полями. Они позволяют выполнять поиск и замену по строковому значению в поле, склеивать строки, считать длину строки, а также работать с регулярными выражениями. Функции работы с записями используются для извлечения идентификаторов. Это скорее нужно для программирования, а также для отслеживания времени создания и изменения записи. Последний блок – числовые функции. Тут можно агрегировать поля по минимуму, максимуму, среднему, суммировать значения данных в строке и прочее. Мы рассмотрели основные группы формул WearTable. Теперь предлагаю попробовать создать несколько формул, чтобы понять, как это работает на практике. Начнем с наиболее простого. Давайте посчитаем, какую заработную плату получает сотрудник на руки. Мы будем умножать три величины – зарплата, ставка и коэффициент 0,87. Для этого создадим новое поле зарплаты на руки. Выберем ему тип формула. Airtable сразу предложит для быстрого ввода все поля и формулы. Если просто прокручивать и искать значения в выпадающем списке, то поиск получится отнюдь не быстрый. Предлагаю использовать строку поиска. Найдем поле с зарплатом. Обратите внимание, что все атрибуты таблицы указываются в фигурных скобках. Затем умножим ее на ставку и на числовой коэффициент. Также обращаю ваше внимание, что дробные коэффициенты указываются в формулах с разделителем точкой. Сохраним формулу. В поле отображается фактическая зарплата сотрудника, получаемая на руки. Поздравляю вас с нашей первой формулой. Давайте знакомиться с ними дальше. Перейдем к полям типа дата. Предположим, мы хотим посчитать, как долго сотрудник работает в нашей организации. Для этого можно воспользоваться формулой FromNow. Создадим поле срок работы. В строке формулы укажем FromNow – дата начала работы. Формула посчитает разницу между сегодня и датой начала работы. Значения получились довольно симпатичные, но для какого-то из них показываются дни, для кого-то месяцы, а для кого-то годы, причем округленные. Чтобы получить точное значение и в одной величине, мы можем использовать формулу DateDiv. Давайте создадим поле, сколько работает. В строке формулы укажем DateDiv между датой начала работы и сегодня. Посмотрим, что же вышло. А вышли отрицательные значения, потому что Airtable вычитает из первого значения второе. Кроме того, разница посчитана в формате timestamp, который отлично воспринимается языками программирования, но не очень-то понятен человеку. Во-первых, мы поменяем местами сегодня и дату начала работы, чтобы формула вычитала из большего меньшее значение, а во-вторых, мы укажем в качестве третьего параметра формулы дни. Теперь формула считает, сколько дней работает каждый сотрудник в нашей компании. Смотрите, в последней строке значение не посчиталось. Это связано с тем, что поле даты начала не заполнено. Сейчас мы рассмотрим еще пару интересных формул для работы с датами и для выполнения условий. Перейдем в базу подопечных. Создадим новое поле типа день недели интервью. Выберем тип формулы. Чтобы узнать по значению даты день недели, необходимо воспользоваться формулой Weekday. Указываем в качестве аргумента дату и время начала интервью. Сохраняем новое поле. Результат не впечатляет. Номер дня недели это не совсем то, что нам бы хотелось увидеть. Поэтому сейчас мы познакомимся с формулой Switch. Давайте посмотрим на заготовку, которую я заранее для вас подготовила. В формуле записывается переменная, а далее значение, с которым будет выполняться сравнение переменной и результат, который будет выводиться в нашу ячейку. В конце формулы указывается значение, которое нужно вывести в ячейку, если переменная не равна ни одному из предусмотренных для сравнения значений. Нашу формулу следует читать следующим образом. Посчитаем день недели по дате. Если он равен одному, то выводим в таблицу понедельник. Если двум, вторник и так далее. Если значение не лежит в интервале от 1 до 7, то выводим пустоту. Это исключение актуально для случаев, когда дата интервью не заполнена. Итак, едем дальше. Продолжим рассматривать условные операторы. Следующим будет оператор IF. Для того, чтобы рассмотреть его на практике, предлагаю среди студентов, которые уже с нами, найти тех, что задействованы в деятельность нашего фонда. Я уже создала поле «Вовлечен». Давайте посмотрим, какая формула нам для этого пригодилась. Если выполняется сложное условие, то палец вверх, иначе восклицательный знак. Условие читается как статус подопечного с нами, и он либо учится, либо посещает кружки. Таким образом, во Вьюсе не задействованы. Мы видим, что если у подопечного стоит хотя бы одна галочка, то палец вверх, а если галочек нет, то его необходимо вовлечь в деятельность нашего фонда. На этом предлагаю закончить наш разбор формул. Их еще великое множество, и если вы их освоите, жизнь ваша станет проще. А мы на этом заканчиваем наш курс. У Airtable есть еще множество функций, но, боюсь, они уже не для начального уровня. Я надеюсь, что этот курс был для вас полезен и интересен. Спасибо вам, если досмотрели курс до самого конца. Очень хочется верить, что вы оценили по достоинству всю прелесть такого инструмента, как Airtable, и будете использовать его в своей работе. Не прощаемся. Надеюсь, что еще встретимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok